Водитель автокрана двигался по Советской и хотел повернуть на линейную. На перекрестке спецтехника накренилась и упала настоящую легковушку. Оба водителя получили травмы, но остались живы. Среди причин – возможное превышение скорости при совершении маневра и то, что водитель автокрана был в состоянии опьянения. Получили заключение нарколога. Состояние опьянения установлено наркотическое. Запрещенные препараты употребил и водитель универсала из другого происшествия. Пару недель назад мужчина ехал вдоль железной дороги. Это увидели эскетимцы и сообщили в полицию. Во время задержания он был в состоянии наркотического опьянения. Как оказался вблизи с железнодорожными путями, объяснить не смог. Рассказал, что он житель Алтайского края и ехал домой. Очевидцы позвонили в дежурную часть межмуниципального отдела, так как могло быть допущено столкновение либо с электропоездом, либо с товарным поездом, потому что он был совсем рядом. Электричка проходила сантиметров 30 от кузова автомобиля. За неполные полгода 186 водителей позволили себе сесть за руль в состоянии опьянения. Большая часть в алкогольном, шестеро в наркотическом. Мало кто из них сразу в этом признается. До последнего стоят на своем, что ничего не употребляли и пьяными за руль не садились. Стоит отметить, что по вине таких водителей произошло 35 дорожно-транспортных происшествий. Больше 20 человек пострадали.